Вот эта история, которая сейчас происходит, то, что вот мне можно, а вам нельзя, она проявляется и в дальнейшем. У нас есть участник здесь, который сменил сертификат одной компании на другую, потому что условия стали такие, что компания была предложена, точно так же, как и Царицыно, по моим данным, было предложено закупать сырье у них. Я думаю, если здесь сидят производители продуктов питания, они прекрасно понимают, что сырье должны выбирать именно они. Именно это их бизнес, это их издержки, это никак не должно быть аффилировано ни с какой сертификацией, ни с какой услугой. Мы как выставка тоже не можем никому ничего навязывать, мы только пытаемся как-то соединить кого-то. Если кто-то будет работать и получит эту коммерческую выгоду, это будет для нас плюс. Соответственно, сразу после перехода компании из одного сертификата в другой, вдруг у нее нашлась и свинина, и мертвечина. Слава богу, что кроме как профессионального сообщества это никуда не пошло. Меня очень расстраивают те вещи, что религиозные деятели на Северном Кавказе, я не буду говорить республику, используют слово «сомнительное» для обозначения слова «харам». Харам — это запрет, сомнительное — это вопрос их шариата. Вы должны четко понимать, есть стандарт, и он халяльный. Вот они его обозначили, что халяль. Они должны прийти на производство и сказать, халяль или харам, сомнительное у них не должно быть, они должны быть техническими директорами. То есть они должны выполнить определенную функцию, за которую им платят деньги. Это и есть услуга. Они не совершают никакого прорыва, они не делают ничего сверхъестественно, они просто оказывают коммерческую услугу и получают за это деньги. То, что она сопряжена с религиозной практикой, это должно быть просто на совести людей, которые аккредитовывают этих компаний. Соответственно, я бы очень хотел, чтобы мы все действительно смотрели, что происходит на рынке халяль, и ни в коем случае не поддавались на провокации, на какие-то заговоры, что вот у кого-то там ДНК свинина шло. Например, у нас есть, к сожалению, здесь его нету, когда вот этот скандал пошел по поводу нескольких, вот опять Царицына они начали троллить, значит, пошло там еще с другими предприятиями, на которых нашли ДНК свинии. После этого же расследования сразу один халяльгай, парень Ариат Касимов, он проверил эту продукцию, не нашел в ней никакого доказательства, что есть свинина. И причем он записал видео, и один из сертификационных центров, который как раз-таки распространял эту историю, он ему позвонил, сказал, не вздумай публиковать видео. Он сразу позвонил мне и сказал о том, что вот что ты делаешь. Я ему сказал, что не лезь в разборки сертификационных центров, потому что ни у кого нет исключительного права принимать, что такое халяль, что такое не халяль. Есть люди, которые уполномочены этим, у которых есть знания, они должны определять концептуально, что есть халяль. Соответственно, была еще такая проблема, когда Царицыно отказалась от условий одного из сертификационных центров, то компания, которая, Царицыно, да, чтобы вы понимали, как бизнес вообще относится к своему клиенту, ни один бизнесмен адекватный, вменяемый никогда в жизни не будет предавать своего клиента. И даже если он производит свинину, он ни в коем случае не будет мешать насильно туда, если он только не умалишенный, потому что, ну, давайте откровенно, у нас Рамзан Кадыров, и у него в Чечне продается этот Царицыно. Вы что, думаете, он не проверил, халяль это или не халяль? Я думаю, очень проверил. Что касается, значит, вот этой истории. Первое, куда они обратились, это был центр Татарстана. Татарстан отказал, потому что не хотели ссориться с вот этим центром. Я очень часто говорил центру Татарстана о том, что вы не имеете права отказывать компании, которые пришли к вам, чтобы вы подтвердили халяльность или не халяльность, в зависимости у кого какие. Они должны делать свою работу. Но, к сожалению, вот имеется такое вот своего рода джентльменское соглашение, которое, я думаю, не должно присутствовать. Значит, что касается других инцидентов, которые происходят на рынке, я думаю, что в будущем их будет все больше и больше, но на самом деле с введением этого комитета в Татарстане, я думаю, что немножко изменится в плоскость все-таки бизнеса, потому что это бизнес-услуга и все-таки пойдет немножко в другой структуре работы. И уже уйдет это от создания того, что есть какое-то лицо, как говорил сегодня мистер Осама, что вот есть суперуважаемый человек, и все, что он делает, это халяль. Ни у кого нет руки Медаса, никто не делает золото. То есть это надо четко понимать. Все должно быть под четким контролем. И я считаю, что если кто-то занимается сертификацией на протяжении долгих лет, 10, 15, 5, 3, неважно скольки, и говорит о том, что он не может контролировать, и это невозможно в каких-то определенных причинах, и что все его обманывают в течение 15 лет, значит, он не смог построить структуру, которая будет действительно гарантировать качество халяль, ему нужно просто уйти. Субтитры создавал DimaTorzok